Здравствуйте, Наталья Борисовна. Приехали бабушке внучку показать? Здравствуйте, Васугеевич. Да, вот с Синочкой приехали к бабушке. И Заряночку с собой взяли. Елена Станиславовна тоже к ней привязалась. Да, а Заряна похожа на вас. Да? Как родная, да. Правда. А я никогда этого не замечала. Но она мне и вправду как родная. Они на Назою похожи. Черды Тимуриной же просматриваются. Дочь мамы и папы. Наташа. Я ведь знаю, что это ты украла. Дочь с Союзом. Дочь. Я ведь знаю, что это ты украл. Дочь. 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 Вы знаете, я вам очень благодарен, что после такой приятной встречи у Ниночкиной бабушки вы согласились со мной встретиться. Это очень правильно, это в ваших интересах. Так что еще раз спасибо, что вы согласились со мной побеседовать. Да, согласилась, и что дальше? Вы не догадываетесь? Не догадываюсь, и догадываться не хочу. Ай-яй-яй, укрась младенца у матери. Вы думаете, это пустяки? А я не понимаю, о чем вы. Вы, девушка с такой приличной семьи, и пойти на такое. А если кто-то узнает, что вы натворили, вы хоть понимаете, что вас ожидают? Будут проблемы, это даже к гадалке не ходи. На что за чушь вы несете? Чушь. А вы знаете что? За эту чушь вам дадут как минимум лет пять. Да еще и навсегда лишат материнских прав Назаряну. Короче, чего вы от меня хотите? Вашу долю в Галицком ювелире, которая принадлежала вашему дедушке Льву Галицкому. Царству по небес. А если я у тебя кое-что попрошу, ты обещаешь это исполнить? Хитренькая. Сначала попроси это, посмотрим. Нет, ты сначала скажи, что исполнишь. Обещай. Ну, если это в моих силах, то обещаю. Говори. Обещаю, что с этого момента мы с тобой всегда будем вместе. Я и рада. И сам этого хочу. Но... Что но? Не могу. К сожалению, это не в моих силах. Давай, рассказывай, что ты там надумал. Рассказывай. Даже не знаю, как тебе все объяснить. В общем, примерно недели через полторы у нас с Георгием Матревелли назначено... Что назначено? Не тяни, Борь. Дуэль. Что? Да. И у меня нет никакой уверенности в том, что останусь в живых. А если такой уверенности нет, то... Ты вообще слышишь, что ты говоришь? Какая дуэль? Ты в каком веке живешь? Я запрещаю тебе. Ты слышишь? Я запрещаю тебе. Нет, дорогая. Запретить не получится. Наша с Георгием война зашла слишком далеко. Гибнут люди. Пора положить этому конец. И другого способа я не вижу. Увы, но это так. Я не верю, что нет другого способа. Нужно что-то придумать. Что? Я не знаю, что... Но я не допущу этой дурацкой дуэли. Ну, хватит об этом. Забудь. Я... Сегодня жив. Я рядом с тобой. И я люблю тебя. Давай не будем тратить время по опыту. Ну, как? Как я могу забыть об этом? Ну, очень просто. Вот так. Опять этот отвар. Я не могу уже, Ром. Слушай, ну ты не ребенок. Хочешь выздороветь, пей. До дна. Нет, все, все, все. Там еще осталось? Мне уже лучше, Ром. Мне нога уже не болит. Ну, вот хорошо. Ты поправляешься на глазах. Надеюсь, к дуэли ты окончательно окрепнешь. Забудешь про свои болячки. И завалишь этого ублюдка одним выстрелом. Даже не сомневайся. Я в себе уверен на все сто. Нам потренироваться нужно, Ром. Георгий, мы потренируемся. Когда ты станешь на ноги. А пока что допивай, отвар. Ну, так надо. Я бы лучше сейчас грузинского вина хорошего выпил. Вот завалишь Кравца, разберешься с Васо, тогда и попируем. Всего в свое время. Вот. Все. Как малое дитя. Долгими разговорами попрошу Дмитрия Максимовича не утомлять. Во-первых, он очень слаб, а во-вторых, ему нужно поесть. Режим для него очень важен. Спасибо тебе, Катюш. Мы быстрое обещаем. Да знаю я ваше быстрое. Строгое. Не то слово. Ну давай, докладывай, Петр Петрович. Докладываю. Вчера мне удалось подслушать телефонный разговор полковника Нечипора, судью Шурова. Ничего себе. Как тебе это удалось? Нечипор меня вызвал себе на ковер. В это время ему позвонил Шуров. Я вышел. Но остался стоять за дверью. Слышимость там превосходная. И? Из телефонного разговора следует, что Тимура Чинатья им так и не удалось найти. Он снова сбежал. Я тебе говорил, что этот парень не так прост. Но они поняли, что Гудимов все-таки скрывал Чинатья у себя в больнице. Откуда такой вывод? Очень просто. Телефон Гудимова стоит на прослушке. Но это им ничего не даст. Вряд ли Тимур будет звонить Гудимову, он не дурак. Надеюсь. Есть еще кое-что интересное. Так, с тобой не соскучишься. Я пробил информацию, которую Чинатья выложил в интернет. Все подтвердилось. И еще удалось узнать много любопытного. Главное, подтверждается, что у полковника Нечипора действительность огромные валютные счета в банках в Украине и за границей. Имеется недорогая недвижимая за рубежом. Вот. Можете разглянуть. Ого! Это не ого. Это ого! Петр Петрович, я же просила недолго. Дима, ну что вот, вы обещали, а еда стоит нетронутая. Катюша, ну прости, но это правда очень важно. Я все прекрасно понимаю, но ваше здоровье намного важнее. Правда, Петр Петрович? Правда. Ну что ж, приятного аппетита и всего доброго. Выздоравливайте. А этих супчиков я просто так в покое не оставлю. Вот в этом я не сомневаюсь. Вы будьте уверены. Ну что же, подведем итоги, а они, как я понимаю, нас не особо радуют. На сегодняшний день, да. Ну, во-первых, поймать Тимура Чинати нам так и не удалось. Во-вторых, прослушка служебного и мобильного телефона Гудимова тоже результата не дала. Ну, и с приятного галецкий ювелир опять на плаву благодаря новому финансовому вбросу. Как же так получается? Это Зоя Мовчан непотопляемая, что ли? Ничего потопим. У вас есть какие-то идеи? По глазам вижу, что есть. Давайте клятись. Особо много говорить не стану. Могу сказать только одно. По отношению к Зои Мовчан, вам не нужно проявлять никаких действий. Я буду этим заниматься. А если понадобится ваша помощь, я обязательно сообщу. Но вы только не затягивайте. Не беспокойтесь. С галецким ювелиром все решится в ближайшее время. Даже раньше, чем я себе это представлял. Все-таки интересно, что вы задумали? По ряду некоторых причин я не хочу вам раскрывать свой план. Но то, что он получится, это я вам гарантирую на сто процентов. Даже на двести. Верим вам на слова. Тем самым я развязываю вам руки на поиски Тимура. И вы должны его найти, чего бы это ни стоило. Тем самым я уйм с бесконечами. Тимура. Я не убивал твоего отца. Почему ты молчишь? Ты смотрела видео, которое я выложила в интернет. Ты мне веришь? Верю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я так рада, что ты здесь со мной. Я тоже очень рад. Но ты же понимаешь, что никто не должен знать об этом. Если полковник Нечипор вычислит меня, то засадит за решетку. И сделает все, чтобы я оттуда уже не вышел. Тимур, а если за тобой следят? Да никто не следит. Ну, по крайней мере, пока. У меня за это время, знаешь, как интуиция обострилась? Опасно с нюхом чего-нибудь. Как-то я уже и проголодался. Ну, я сейчас буду завтрак готовить. Ну, а я тебе помогу. СМЕХ 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 Здравствуйте. О, Марыся. О, нашлась пропажа. Мишуко, ну все уже с ног сбились. Ну, где ты был? Где был, там уже нет. Ну, ладно. Хочешь, не говори. Марыся, если бы ты знала, как мне сейчас тяжело. Ладно. Пойдем отсюда. Пойдем. Слушай, я же ни о чем не знаю. Какие новости? Новостей кучи хоть отбавляй. Ну, во-первых, Дмитрий Красненко вышел из комы. Ну, так это же здорово. Он же свидетель. И мог видеть, что я не убивал Анатолия Павловича. Так он и видел. Но никто пока не знает, что он идет на поправку. Как только я узнала, что не Чипор преступник, я сразу предупредила Катю. И для всех остальных Дмитрий все еще в коме. Разумно. Если полковник узнает, что Дмитрий заговорил, он попытается его убить. Угу. И еще я узнал, что с судьей Шуровым и полковником Нечипором в связке работает Васо. Я подозревала, но сомневалась в этом. Можешь больше не сомневаться, это совершенно точно. Угу. После того, как меня обвинили в убийстве и тем самым убрали с дороги, Васо возглавила ювелирный дом Метравели. Я им мешал, поэтому Нечипор, Васо и Шуров договорились между собой и сфабриковали дело против меня. Угу. Что еще нового? Наташа развелась с тобой, как только тебя объявили убийцей. Ох, хоть одна хорошая новость за сегодня. Как говорится, нет худа без добра. Да. А еще я чуть не вышла замуж за мешку. Я сын Коровца. Как мне смириться с этой мыслью? Вот скажи мне, как? Я все понимаю. Да что ты можешь понять? Дело даже не в том, что я всю жизнь считал отцом другого человека. И не в том, что я влюбился в собственную сестру. Поставляешь в собственную сестру. Дело в том, что мать, мать всегда была для меня идеалом женщины. Я думал, что честнее и благороднее ее нет никого на свете. А оказывается... Счастливый ты человек, Миш. Что? Я счастливый. Да, самый счастливый. У тебя и мать. И два отца. А меня никогда отца не было. А мать умерла два с половиной года назад. Поверить не могу. Наш Мишико, сын Бориса Петровича, твой брат. Как такое вообще возможно? Я сама поверить не могла, но мне об этом рассказала Елена Станиславовна сама. Ну как мама могла допустить, чтобы он влюбился в тебя без памяти? А что она могла сделать? Что, запереть его в комнате или отправить на Северный полюс? Ты же знаком с нравом нашего Мишико. Он из любой темницы найдет лазейку. Она могла ему раньше обо всем рассказать. Тимур, ты вообще представляешь, как ей тяжело было в этом признаться? Еще учитывая характер Мишико. Так что всему свое время. В голове не укладывается. Значит, у мамы с Борисом Петровичем был роман? Выходит, так. С ума сойти. Да. Мишико наш с тобой брат. Слушай, я запутался уже в этих семейных переплетениях, а ты мне часом не сестра, не тетя. А где сейчас Мишико? Он пропал. Зоя, что значит пропал? Ну, когда мама ему призналась, они поссорились, он хлопнул дверью и его больше никто не видел. Но я думаю, что он скоро вернется. Откуда такая уверенность? Это мне подсказывает моя сестринская интуиция. Мишико, он хоть и вспыльчивый, но он отходчивый. Но если он в ближайшее время не вернется домой, будем искать. Тимур, тебя самого ищут. Я уверена, что его искать не придется. Все будет хорошо. У нас с тобой отличный братишка. Так, я сейчас пойду Дмитрию в больницу. Он должен дать показания в твою пользу. Не вечно же тебе здесь спрятаться. Угу. А ты сиди здесь и свой прекрасный нос никуда не высовывай. Договорились. И возле окон не ходи. Не буду. Подожди, это я так понимаю, что мы с тобой встретимся сегодня вечером на том же самом месте? Да. Ну, все, я выбежала. Беги. Эта тупая дура не могла мне дать машину, чтобы я ее в вещи и с кемчистки забрала. Так нельзя. Ой, ну! А что ж такая красивая девушка и ты к ней тяжести носит? Ой. Куда жила? Ха. Успугалась. Ага. Значит, Тимур во Львое. Да. А где он сейчас? Сейчас я прячу его у себя в мастерской, но вы же понимаете, что полковник не чипор. Он может выследить его в любой момент. И тогда тюрьмы ему не избежать. Да, я знаю, они ищут его. Ему очень важно его нейтрализовать. Дима, вы понимаете, что вам пора выйти из своего подполья и дать свидетельские показания в пользу Тимура. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Нет, Зоя, я не могу. Я рад бы, но не могу. Я прошу тебе довериться мне и набраться терпения. У меня есть план получше. Потому что для этого мне нужно... Нужно окончательно встать на ноги. Да вы понимаете, что Тимур в постоянной опасности. Успокойся, сядь и выслушай меня. Да постойте же вы. Вы, оказывается, не только красавица, да еще и спортсменка. Вы чего убегаете? Пустите. Да постойте, давайте ж хоть познакомимся, я вам объясню. Зачем? Вы помощник этого самого Георгия Матревелли. Вы Васо Далидзе. Очень опасный человек. Ну, постойте, я и правда вошел до Линзы. Ну, я нормальный человек. И вообще не знаю, кто он во мне столько гадостей наговорил. А вы Оксана? Ну, Оксана? И что с этого? Ну, вы чего так меня боитесь, давайте я вам помогу. Да отдайте мою одежду, мне идти надо, я спешу. Да я отдам ваши вещи, зачем они мне нужны? Давайте я вас подвезу, у меня машина рядышком. Вы? Меня? С какой стати? Потому что я за вами давно наблюдаю. Зачем? Потому что вы мне очень нравитесь. Почему? Что у вас за глупые вопросы? Зачем, почему? Ну, нравитесь, вот и все. Ну, разве я бегал бы за девушкой по улице, которая мне безразлична? Ну, давайте я вас отвезу. По дороге поговорим, и вы поймете, что мои намерения чисты, как горные родники. Ну, если как родник, тогда ладно. Где ваша машина? Ну вот, рядышком за углом. Давайте помогу. Хорошо. Я согласна. Вот хорошо. Очень счастлив, что вы согласились. Мне очень приятно. Я покончу с ними разом. С Далицей, с Нечипором и Шуровым. Сразу. Но об этом никто не должен знать. Даже Тимур. Если ты расскажешь ему об этом, он... Он расслабится, потеряет будительность. И сорвет все мои планы. Ладно. Договорились. Ну, ты молодец. Мамочка, все будет хорошо. Мама. Как ты думаешь, когда он окончательно поправится? Ну, окончательно понятие растяжимое. Но я думаю, что через неделю может встать на ноги. Все-таки динамика восстановления хорошая. Ты замечательный врач. Это только благодаря тебе, Катюша. Еще ты очень хорошая и самая заботливая девушка в мире. Ты не представляешь, как его тяжело контролировать. Он постоянно на своей волне. О чем-то думает, анализирует, забывает поесть. Мне кажется, если бы я его не заставлял, он бы вообще не ел. Катюш, ну у него работа такая, видишь. Извини. Слушай, Елена Станиславовна. Зонька, а у нас радость большая. Миша нашелся. Да. Так что не переживай. Все хорошо. Он дома. Прекрасно. Я очень рада. Я знала, что он скоро вернется. Передавайте ему большой привет. Ну вот, привез вас домой, как и обещал. В целости и сохранности. Спасибо вам большое. Я это, пойду. Подождите. Подождите. Скажите, мы сможем еще увидеться? Я не знаю. Вы мне не доверяете. Понимаю. Да, конечно, в прошлом я был не очень хорошей личностью, но я долго думал и решил все начать чистого листа. Теперь я другой. И сделаю все, чтобы вы в это поверили. Я хочу попросить вас, чтобы вы сегодня вечером сходили со мной в ресторан. Посидеть, пообщаться. И я буду самым счастливым человеком. Правда? Слышите, как бьется сердце? Разве оно может обманывать? Нет. Не может. Ну вот и хорошо. Договорились? Хорошо. Я согласна. Договорились. Я теперь очень счастливый человек. Тогда в семь часов вечера я за вами заезжаю. Угу. Договорились. Хорошо. Буду ждать нашей встречи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Овца овцуй. СМЕХ Наташ, почему ты ничего не кушаешь? Тебе не нравится? Может тебе кофе по-венски сделать? Не, спасибо. Коля, ничего не хочу. Наташ, ну я же вижу, что ты сама не своя. Может я о чем-то не знаю? Коль. Вот если бы я решила куда-то уехать далеко-далеко, ты бы поехал со мной? А почему ты так спрашиваешь? И есть конкретные причины? Я просто смертельно устала от этой войны кланов. Дом Зои сгорел, Анатолия убили. Мой бывший муж и мой отец в бегах гальцкому велиру постоянно угрожают. Разве это жизнь? Я понимаю. Вокруг меня сплошная ненавидь и вражда. Это будет продолжаться вечно. С меня хватит, Коль. Я правда, я не хочу больше жить в этом городе. У меня двое детей, мне страшно за них. Наташ, я поеду с тобой куда захочешь. Хоть на край света. Вот куда на карте пальцем кнешь, туда и поедем. Спасибо тебе, Коля. Молодец, сынок. Давно б так. Бедный мой сынок, сколько тебе пришлось пережить за меня. Прости, что так долго скрывал от тебя правду. Ты всю жизнь думал, что он твой отец. Так гордился, что тебе течет грузинская кровь. Что уж теперь говорить. Знаешь, порой жизнь с ним была так тяжела. Были, конечно, и счастливые моменты. Не оправдывайся. Не надо. Конечно, мне было очень тяжело. Я много думал. И понял, что я люблю тебя, что бы ты ни сделала. Потому что ты моя мама. И этим все сказано. Ты простил меня. Кто я такой, чтобы прощать или судить? Ты самый родной для меня человек. Ты мой сын. Ну, не судья. Это твоя жизнь. А мне нужно время, чтобы принять эту ситуацию. Милый мой, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Ничего. Ничего, я справлюсь. Я вижу, вы окончательно помирились. Я права? Права. Ну, тогда, Миша, я думаю, пришло время узнать тебя об одной важной новости. Господи. Что еще случилось? Что вы еще от меня скрывали? Миша. Миша. Ты скоро станешь дядей. Не понял? Повтори. Ну, ты скоро станешь дядей. Ты беременна? А что тебя в этом так удивляет? А то, что моя сестра это тощая, противная девчонка, с которой мы дрались целое детство, беременна. Да, да, привыкай. А вы поженитесь с Павликом? Ну, конечно. Ну, и семейка у меня. С вами точно не соскучишься? Поздравляю тебя, сестренка. Павлуша. Я уже соскучиться успела. Как день прошел? Павлик. Мам. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Давай присядем. Так, вот ты только не волнуйся, ладно? Хорошее начало. Ну, говори, не томи. Мам, я женюсь. На Габи. Павлик. Когда? Скоро. Ну, подожди, скоро. Это не ответ. Мы подготовиться успеем? Это еще не все. Ты кого хочешь, внука или внучку? У нас с Габи будет ребенок. Подожди, подожди. Дай в себя прийти. Подожди, вы с Габей женитесь. И у вас будет ребенок, правильно? Правильно. А на каком она месяце? Третий пошел. Так а что ж ты раньше не сказал? Мам, ну я сам только недавно узнал. Ну, сначала мы были в ссоре. Потом у Габи брат пропал и... Ну, теперь-то все наладилось. Ну, и теперь мы снова вместе. Оксаночка, давайте выпьем с вами за то, чтобы в нашей жизни было столько печали и горя, сколько останется капель в наших бокалах после того, когда мы с вами выпьем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы очень очаровательная девушка. Вы как настоящая француженка. У вас такой шарм, такой стиль, такой может быть только у настоящей парижанки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вы были в Париже? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не раз. Я был и в Париже, и в Риме, и в Нью-Йорке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, я очень хочу поехать на Мальдивы. Я видела в интернете, там такое море синее-синее, аж зеленое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох, тimens! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Конечно, правда. Конечно, правда. Ваше желание для меня закон. Я очень, я правда очень-очень хочу с вами поехать. Ну, значит, поедем. Вы знаете, вы как Дед Мороз, и я с вами просто в сказке. Я только начала. Оксаночка, а вы любите танцевать? Вы знаете, обожаю, но только редко это делаю. А давайте мы с вами потанцуем. Какой же он сильный, богатый, добрый, настоящий принц. Хотя нет, для принца он старовато. Он король, точно. Мой король. Господи, какая феерическая дура. Оксаночка, я тебе вот посыльный принес. Ой, мне, спасивочки. А это тебе капитан Ковалянка такие букеты шлет? Ничего себе. Тут одних рост на несколько сотен. Я уже не говорю про другие цветы. Да, он у меня такой внимательный, нежный. Надо же, какой чувствительный милиционер. Я пойду к себе в комнату. Отнесу. Ну, ничего себе. Платина, бриллиант такой большой. Агранка, правда, грубоватая бы такое в жизни не надела. Оно дорого. Очень дорого. Оказывается, этот Коваленко не такой простой. Ведь на взятки пачками берет. Да, я слушаю. Да, конечно, я все подпишу. Мне сейчас не очень удобно говорить. Я чуть позже наберу. Растеряшка, ты из цветов выпала. Ух ты, какая красота. Наверное, моему денег стоит. А ну? Васо. Ты у меня самый лучший мужчина на свете. Ты сообщил уже маме? Сообщил, конечно. Отреагировала хорошо. Правда, расстроилась, что папа не дожил до этого момента. Обещала помогать нячить малыша. И про Сковь Ивановну тоже обещала. Паш, помощь-то, конечно, прекрасна. Но это все-таки наш ребенок. Воспитывать его должны мы без чьей-либо помощи. Какая же ты у меня все-таки правильная. Ну а если нам захочется вечером, например, в клуб сходить? Или с друзьями встретиться? Разве это плохо, если будет с кем малыша оставить? А ты что, намерен ходить по клубам, когда он родится? А что, с рождением ребенка жизнь заканчивается? Заканчивается? Нравится? Конечно, круто, но я не знал, что до сих пор машинками играешь. А это для моего племянника. Думаю, ему понравится. Ну почему сразу ему? А вдруг у нас будет девочка? Ну так девочке тоже понравится. Разве нет? Смотри, какая крутая тачка. Ну ты мишка даешь. Пашка, поздравляю. Знаешь, я рад, что я скоро стану дядей. А меня почему не поздравляешь? Сестенка, я тебя поздравляю. Слушай, дай попробую. Давай я с Зарянкой погуляю. Не стоит. Она всю ночь не спала, а вялая какая-то. Пусть лучше дома побудут. Ну вот и отоспится на улице. Бабушка, спасибо большое, но пускай лучше побудет со мной. Ну ладно, как скажешь. Ну что? Ну что? Ну что, Нина Тимуровна, вы готовы? Пойдем погуляем? Наталья Борисовна, там полковник Нечипр пришел. Хочет с вами поговорить. А что он тут забыл? Интересно. Не знаю. Он мне не докладывал. Пойдем, Ниночка, погуляем. Мы сейчас, Ниночка, с тобой свежим воздухом подышим. Нагуляем аппетитик, да? И хорошо покушаем с тобой. Смотри, какие там цветочки. Смотри. Ниночка, как же я соскучился. Моя девочка ненаглядная. А что это у нас там за гости? А? А ну-ка, Ниночка, посмотрим. Не твой ли папка это в гости к нам пожаловал? Значит, он с семьей не связывался и в доме не появлялся. Правильно я вас понял? Я ведь уже говорила, что нет. Во-первых, мы с ним в разводе. И, естественно, никакой связи я с ним не поддерживаю. Во-вторых, если бы он здесь появился, я бы немедленно сообщила в органы. Ясно. Ну что ж, в таком случае, Наталья Борисовна, у меня нет больше к вам вопросов. Извинитесь за вторжение. Ну и всего вам самого наилучшего. Спасибо. Да, и вот еще что. Если ваш бывший супруг все-таки объявится, вы сразу же сообщите нам. Мне лично. Можете не сомневаться. Ну что ж, до свидания. До свидания. Тимур. Тимур, это ты? Да я, я, Просковья Ивановна. Только прошу, не бойтесь меня. Я не убийца. Да я знаю. Я видела твое выступление по интернету. И вообще, во всю эту брехню я не верю. Спасибо. Сядь, сядь. У нас дома как раз этот полковник, не Чипар, к Наташке пришел поговорить, наверное, о тебе. Вот так совпадение. Да уж, так что ты не особо высовывайся из кустов. Ты что, пришел на Ниночку посмотреть, да? Да я так по ней соскучился. Тихо, тихо. Прихнись. У вас что, там работы нету? Что вы к нам ездите? Вот же ж гад. Решил засердить тебя вместо себя. И почему ему все верят, а? Наташа тоже ему поверила. И развод оформила. Да я знаю, знаю. Откуда? Привет. А ты где сейчас? Ну, не хочешь, не отвечай. Я сама скажу. Ты у Зои прячешься в мастерской. Угадала? Да я по глазам вижу, что угадала. А где же еще? Не бойся. Я никому не скажу. Не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не. Это все? Ну, в общем, да. Все формальности улажены. Документы подписаны и проверены нашими уважаемыми юристами. Можете идти. Надеюсь, теперь вы оставите меня в покое. Конечно, Наталья Борисовна. Можете не сомневаться. Спасибо. С сегодняшнего дня я главный в ювелирном бизнесе Львова. Теперь все будут играть по моим правилам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»